здравствуйте хочу начать свое видео с этих прекрасных прекраснейших орхидей конечно они у меня не растут дома это замечательные орхидеи купленные но они очень прекрасный хочу вам показать это по-моему это цимбидиум и я так думаю думаю потому что фаленопсис не такой камбрия совсем по-другому выглядит к котлея тоже другая а скорее всего это цимбидиум но очень красивые цветы конечно если срезать просто веточку цветов она хранится не будет ее ставят специальный раствор видите в колбочке каждый цветочек в колбочке находится и хочу вам показать если бы он был срезан он давно бы пропал и так он неделю уже стоит и совершенно не теряет упругость очень красивой не пахнет но очень красивый здесь даже пыльца я с ним вот если посмотреть сюда то вот так можно об вот это называется пыльца вот так опыляют растения то есть берется вот это пыльца и переносится на другой цветочек вот сюда допустим тоже его нужно прикрепить вот эту желтенькую пыльцу прикрепить под вот эту чашечку это неправильно положила вот сюда нужно прикрепить вот эту вот сюда вовнутрь и тогда вот пыльца и возле нее становится это но не должно отпасть это коробочка и очень прекрасно опыляются орхидейки это я пробовала на фаленопсисах а на цимбидиумах ну к сожалению мне не растет прекрасный цветок а в цимбидиум я еще не созрела до него ему нужны особые условия я не пытаюсь даже в своей квартире вырастить такой цветок но мне хватает фаленопсиса они очень тоже красиво замечательно цветут и сегодня мы будем говорить с вами о фаленопсисах сегодня хочу вам рассказать про орхидейку которая подмерзла у знакомой моей и она к сожалению не выживет у нее произошел отек листочков эти сначала один я сняла 2 3 я вот корневую даже отделила корни были зелененькие они постояли без воды потом думаю добавлю чуть-чуть воды и они все пришли в негодность видите но я их не обрезаю потому что вот воздушный корень замечательный хороший пенька здесь как бы такого нет как бы хотелось хотя бы он зелененький был но все равно я пока это не выбрасываю чудо пусть стоит она мне не мешает я хочу понаблюдать что с этого будет видите если покупаете холодной зимой то при покупке орхидейки желательно утеплить растение сразу перенести в машину и затем в теплое помещение а если она постояла где-то на сквознячке или на морозе вот что происходит с орхидейка она конечно же тяжело адаптируется и может вообще пропасть как вот этом случае зеленые корешочки вот они еще крепкие этот плохой корешочек но тут наверное уже надеяться не на что кажется это все придется выбросить я пока не выбрасываю вот я поставил в стаканчик над водой один корешочек это когда я вам показывала просто сболтал один корешочек вот этот вот касался воды эти вообще не касались и все равно она приходит негодность если подмороженная орхидейка такую лучше не брать а это будет видно как на листиках вот таких как отеки происходят вот такие как мокнущие пятна даже вот когда зеленый лист все равно видно эти отече а сегодня хочу показать больных орхидей как больше говорить не будем на сегодня достаточно хочу показать прекрасную орхидею которая начала у меня распускаться это колода посмотреть какая прелесть малышка и покажу как я поливаю свои растения эти какая она красивая замечательное растение у нее язычок чисто беленький но она маленькая а сама растение как чернильного цвета и она когда много цветочка очень красиво смотрится на еще приобретут преобладает такой нежный нежный запах приятный такой аромат кого . у меня она очень я когда ее купила женщина горит я ее не могу никак она у не растет не цветет ничего не могу с ней сделать или ну давайте я у вас куплю она у меня стояла долго 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 пока не нарастила вот такое количество листиков а теперь вот она выпустила цветоносик и прекрасно себе зацвела правда мало цветочков ничего зато она красивая замечательная вот видите это стартовая орхидеечка от микки кого до твинков мне этот сорт очень нравится я купила с поврежденным листиком немножечко она была но она нарастила вот эти листики вот этот листик был и вот этот а эти три она у меня нарастила то есть получается когда на растении хотя бы пять листочков она начинает выпускать цветонос это она уже считается окрепшее растение но у каода я вам скажу очень маленькие листочки по сравнению с другими цветочками вот смотрите другое растение у меня какое крупное но правда это и цветок будет покрупнее это у меня поттер видите какие листья огромные а у кого каоды маленькие и цветочек у нее миленький такой маленький смотрите этот цветочек какого размера крупного и вот видите какая разница у них но цвет у нее замечательная люблю ее из-за этой цветовой гаммы надеюсь вам на очень понравится у кого есть колода вот те знают какая она прекрасная красиво а сейчас будем поливать растения покажу как я поливаю их беру я поливаю отстоянной водой ставлю дополнительный горшочек горшок в горшок наливаю половинку чтобы был горшок основной на половину политой и оставляю в таком состоянии на часа 23 но если очень мое растение пить хочет допустим серые корешочки тогда я могу и его и на ночь оставить видите как она напилась хорошо замечательно корешочки зелененькие удобрением удобрением я поливаю как только она начинает выпускать цветонос допустим вот такого размера я еще поливаю если чуть больше когда набираются уже бутончики тогда я стараюсь удобрением не поливать ну не знаю зачем перекармливать растения мне кажется что не нужно перекармливать растения и поэтому я не увлекаюсь удобрением если растения чего-то не хватает тогда нужно ему помочь а если лист зеленый плотный и все у него нормально тогда я не поливаю удобрение вот так растут мои прекрасные цветочки без удобрения это растение будем в следующем видео с вами пересаживать даже не пересаживать переваливать так как мне нравится вот начали опадать цветочки ну еще даже полтора месяца не прошло маловато для этого растения чтобы она цвела и радовала меня опадают листочки вот вянут я посмотрела корневую вот видите как они закрываются и начинают ник а паникать и вот эти чешуечки палочки желтеют и опадают я смотрела корневую этого растения и покажу что я заметила смотрите мох но мох это ладно еще это еще нормально но вот посмотрите как интенсивно начали расти грибы вот этого мне не нравится поэтому я хочу перевалить убрать этот субстрат полностью их много в этом горшочке убрать полностью потому что ну не люблю я когда с орхидейка еще раз тут грибы не знаю хорошие они или плохие подходят они орхидейки в данном случае или нет но можно было полить марганцовкой фитоспорином но я думаю надо ее лучше вынуть из горшочка и перевалить другой горшочек это мы сделаем на следующем видео очень аккуратненько я подготовлю ей особый грунт особый вазончик и мы с вами все это сделаем на камеру еще дополнительно я считаю что нужно осмотреть корневую за того что там может быть торфяной стаканчик и чтобы не портилась шеечка самого растения нужно вытащить этот торфяной стаканчик вот этот корешок был хороший зелененький а за месяц как она у меня было нет полтора месяца он начал подсыхать на что-то с ней не то цветочки начали опадать корешочек под слов значит нужно посмотреть внимательно с этой стороны все порядке шеечка хорошая главное чтобы она не начала чернить а в остальном всем это растение меня полностью устраивает листики у него шикарные плотные корневая тоже мощно вот на сегодня такое видео спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале всем удачи всем пока хорошего вам цветения